приветствую вас дорогие рукодельницы с вами видео канал белая лилия хендмейд сегодня я продолжаю свадебную тему и покажу еще один вариант значков для свидетелей ссылку на первый вариант значков я оставлю под видео и так для работы понадобится основа для значков распечатанная на матовой фотобумаге и сделанная в фотошопе и лист белого картона кусок сиреневой полимерной глины и сиреневая атласная лента шириной два с половиной сантиметра ножницы основной стек скальпель или лезвие циркуль клей титан нитки иголка бусины жемчужины и две основы для броши приступаю к работе для значка свидетельницы я буду лепить цветы пятилистники для этого катаю шарик из него вытянутую каплю слегка подкатываю ее тем самым формируя нужный размер и убираю лишнюю пластику с широкой стороны лезвием делю каплю на 5 равных частей основным стеком раздвигаю дольки пальцами приплющиваю их и делаю форму доля круглой каждый лепесток прокатываю стеком прищипываю края лепестков делая их заостренными прищипываю края лепестков делая их заостренными подкатываю ножку и срезаю цветок таких цветочков мне понадобится 7 штук из глины катаю колбаску и нарезаю ее на равные по толщине части из каждой части делаю шарик затем надеваю перчатки и прокатываю шарики в руках чтобы избавиться от отпечатков пальцев все элементы из пластики запекаю на кусочки фольги температуру и время запекания смотрите на упаковке глины из которой лепите циркулем рисую круги на основе затем их вырезаю рисую такие же круги на белом картоне и тоже вырезаю теперь буду делать рюши для значков край ленты опаливаю над огнем для удобства работы я вырезала шаблон из картона шириной 1 см с ним получаются ровные рюши от края ленты отступая один сантиметр и прикладываю шаблон загибаю ленту как показано в видео вытаскиваю шаблон и прошиваю двойным стежком снова прикладываю шаблон и повторяю все действия все действия Субтитры создавал DimaTorzok Периодически примеряю рюшу к значку и когда ее длина равна окружности шаблона, то я обрезаю ленту так, чтобы после складки оставался еще примерно 1 см ленты. Край опаливаю над свечой. Приклеиваю рюшу к вырезанному кругу из белого картона. Приклеиваю рюшу к вырезанному кругу из белого картона. Приклеиваю рюшу к вырезанному кругу из белого картона. Наношу на шов рюшу по кругу клей титан и распределяю его равномерно зубочисткой. Приклеиваю рюшу к вырезанному кругу из белого картона. Так, чтобы шов на обоих значках был с одной и той же стороны. Хорошо прижимаю, приглаживаю и кладу сверху что-то тяжелое. У меня это оказалась банка с бусинами. На значке свидетельницы раскладываю цветы так, как буду приклеивать. После чего беру по одному цветку, наношу клей и прикладываю к основе. Когда все цветы прикреплены, в их серединке вклеиваю бусинки. Затем приклеиваю более крупные бусины в промежутке между цветами, после чего более мелкие. Музыка. 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 Вот такой значок свидетельницы получается в итоге. На значок свидетеля по кругу приклеиваю самые крупные бусины из полимерной глины. Музыка. После этого приклеиваю самые крупные бусины жемчужины в промежутке между сиреневыми бусинами. Музыка. Далее приклеиваю мелкие самодельные бусины и мелкие жемчужины. Музыка. На основу для броши наношу клей и прикладываю ее к обратной стороне значка. Значки для свидетелей готовы. Надеюсь, вам было полезно видео и если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я желаю вам хорошего настроения и безграничного вдохновения. До новых встреч! Пока!